Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать в Анапу! Событие относительно недавнее, как свидетельствует наша графика, 16 августа, Цирк, Максимус и продолжение. Продолжение тех Креп FC, полуфиналы и чем дальше, на мой взгляд, тем здесь будет интереснее, поскольку кого-то из бойцов мы успели узнать, кого-то из бойцов успели уже составить о них серьезнейшее впечатление. И, конечно, сами ребята прекрасно понимают, что продвижение по турниру дальше – это не только новый поединок, не только новый день, но и новая ответственность и новый шаг вперед. Ну, или не вперед, тут уж как спортивное счастье улыбнется или не улыбнется. Ваши комментаторы. Дмитрий Бовцов. Представляю вам также своего коллегу, тренера международной категории Дмитрия Зарщикова, тренера спортивного клуба «Сандерс». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий Бовцов. Известного спортсмена, 21 год ему, достижения пока все по нолям. Представитель Анапы, призер Северокавказского федерального округа по смешанным единоборствам. Ну, это такой бой для разгона, хотя, в принципе, все представители клуба «Кузня», которых мы видели, они себя зарекомендовали как очень хорошие, крепкие спортсмены. Ну, поэтому посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Чем данный турнир, именно тех креп, вот успел уже запомниться, Дмитрий, так это, ну, это очень правильная позиция именно формата турнирного. Турнир длится вот в августе, то есть он проходит вот июль-август, и есть возможность понаблюдать одних и тех же спортсменов, которые двигаются дальше, за довольно короткий промежуток времени. Безусловно, это очень серьезная нагрузка на самого спортсмена, потому что тяжело биться, даже два боя в месяц, это уже тяжело. Ну и плюс все спортсмены, большая часть спортсменов, которых мы видим, это молодые спортсмены. У многих, как бы, данный турнир является первым в профессиональной карьере. Вот. И поединки, мне кажется, что у особенностей у молодых спортсменов... Смотрите, как взялся, если видите, ради бога. Душит, но не удалось завершить удушающим захватом. Вот. Когда спортсмен молодой, еще не имеет много опыта, мне кажется, что зачастую такой спортсмен показывает более яркие и красочные поединки. Объясню почему. Потому что опытный спортсмен, как бы, приблизительно уже знает, ставит какой-то план на поединок. У него в поединке... Он знает цену ошибки. Здесь же, когда спортсмен молодой, только он начинает, как бы, свое продвижение в смешанных единоборствах. И здесь, все-таки, мне кажется, больше, особенно в начальных боях, присутствуют эмоции. Они очень искренне. Тут я соглашусь, Дмитрий. Вот. И вот это присутствие эмоций часто приводит к тому, что ребята прям бьются как на одном дыхании и показывают очень красочные и разнообразные поединки. И с точки зрения именно наличия техники, различной, разноплановой, здесь, конечно, опять целиком и полностью я с вами соглашусь, они показывают действительно все, на что способны. Более опытный, более маститый боец, как это часто бывает, он более ушлый. Ушлый в хорошем спортивном смысле. Да, я понял, конечно. Он будет номинизировать какие-то технические действия, больше, конечно, заботится о окончательном результате. Да, работа на результат. Да, да. Да, да. Мы видим, активно атакует Виктор. Да, колесник сверху. Не дает Расулу проводить приемы. Разбивает ударами. Что, попытаемся Кимура теперь сделать? Ну, не вытащил еще пока. Ну, глядишь, получится. Расул очень хорошо чувствует себя в партере. Уже было три попытки проведения приемов, но они ему даются довольно серьезной крови. А вот сейчас ошибся Виктор, сразу отдал спину, оказался в положении бэкмаунт, крестит ноги Мерзаев. Но здесь пока не отпущена вторая рука, пока вот этот треугольник на затылке не закрыт, в принципе, можно и побороться. Одной рукой можно задушить, но тяжело. Можно, можно, можно. Здесь я с вами соглашусь. Здесь нет еще этого плотного захвата, видите, то есть подбородок опущен вниз, и как такового самого удушения это нет. А, на челюсть, если только давит, тоже неприятный прием. Можно, кстати, челюсть совершенно элементарно сломать, прецеденты бывали. Предплечьем именно, если на челюстной угол хорошо попасть. Не выказывает никаких признаков паники Виктор Колесник. Спокойно переждал вот эту атаку. Плюс все ж таки, Расул довольно приличный сил уже потратил. В партере. Да, на проведение вот этого приема видно, что подустал он. Плюс Виктор разбил ему лицо, да. Только сейчас зачем он вот этот удар придумал, это как раз больше от молодости. Попытаемся треугольник сделать. Ну да, в общем, почему нет. Прихвачена одна из рук. Закрыл, опять открыл гард. И сейчас мы видим, что Расул уже находится сверху и пытается бомбардировать Виктора ударными руками. Ну вот, вот, вот. Захвачена рука, но не плотно. Включение вытянуло. Голова не законтролирована тоже была, поэтому прием не получился. А вот, кстати, вам, уважаемые поклонники смешанных недобросок, к чему ведет не до конца неправильное проведение приема, отдаешь сразу сайт-контроль. Не получилось, соперник оказывается сразу практически сбоку. У нее есть возможность тебя прибирать. Колено через живот. С первой попытки не пошел. Да, не пошел. Ну, вы знаете, сейчас Виктор в большей степени, конечно, восстанавливается. Ну, Расул в большей степени восстанавливается. Очень много он получал по голове даже из гарда. И здесь ему, естественно, надо в себя прийти. Пошел, пошел через живот. Вышел, вышел, да. В полное положение верхом. Виктор контролирует, сковывает его захватом. И опять отдает спину. Сразу развернулся, не успел отконтролировать. Но здесь, конечно, конечно, он сам прекрасно понимает, что ему надо сразу позицию менять. Есть. Знаете, хорошая такая партерная игра получается с ударной техникой. И, в принципе, этот поединок, он такой уже зрелый. Всего-то 18-21 год, а поединок смотрится, я хочу сказать, уже не по возрасту, взрослым. Взрослый. Хорошая пятиминутка. Действительно хорошая. Очень много ошибок делают оба спортсмена. То есть выходят на прием, делают какие-то вещи и полностью не контролируют. И тем самым позволяя своему сопернику уйти с этого приема. Сбежать, по-моему. Да, много сил потрачено спортсменами. Мы видим, что ребята подустали. Ну, посмотрим. Нас ждет вторая пятиминуточка. Посмотрим, что спортсмены покажут в следующем раунде. Расул получше борется, на мой вкус, если брать именно качество проведения приемов. Меньше у него суеты. Виктор лучше работает по позиции. Не теряется. То есть у него переключение от ударной к борцовской технике идет быстрое. Это хорошее качество для портериста. Он качественно начинает именно видеть открытые места. Как говорили тренеры, там, я не знаю, мои, как вы своим, скорее всего, говорите, не надо бить по защите. Если защищено, вот сразу вспоминать слова в клубе профессионал, где я сейчас занимаюсь и Сергея Оржакова, и Дениса Синютина, признанных мастеров именно, и Кудо, соответственно, единоборств в том числе. Не надо никого лупить по блокам. Ну, попадешь ты по локтю кулаком, кому от этого хуже будет. Ну, да, ты сам можешь себе навредить. Во-первых, пальцы можешь ломать, да. Тем более здесь перчатки открытые, а пометую еще разговор с Александром Волковым, нашим чемпионом организации Беллатор. Говорит, сломать руку элементарно. Даже, я спрашиваю, даже на вашем уровне? Да, говорит, даже на моем уровне. Одно хорошее попадание, куда не надо. Неплохой клинч, демонстрирует Виктор. Пробивает он Рассула коленом и выходит в маунт. Здесь, мне кажется, Рассул не восстановился, сказывается усталость, которая после первых пяти минут еще не отдохнула. Просто бей, говорят сейчас из угла Виктору Колеснику. В принципе, сейчас бой в его руках, единственное, не надо никуда торопиться. Вот зачем вставал? Куда шел? Теряет маунт. Тоже, и уже оказывается снизу. Уже пытается Рассул доминировать. Там пока захвачена рука, но вытащит рано или поздно. Скользко. Да, сразу, да, вынимает и пробивает Рассул, удар сверху. Ну вот, вот на фоне усталости. Здесь у кого будет преимущество? Попытка Эзекииля. Да, попытка удушения. Алексей Оленик очень хорошо владеет этим приемомом. Да, если берем технику, он делает это совсем не так. Леша очень здорово показывал, как раз и места, которыми прижимать надо, и как это делается. Ну, не случайно некоторые называют уже Оленик Челк. Вот, во, хорошо взялся, хорошо взялся на болячку. Нет, вышел локоть. Вышел, нету плотности. Вытащил руку Рассул. Вот она, вот она, пожалуйста, партерная борьба ММА с наличием ударов. Как здесь, конечно, все по-другому по сравнению с тем же грэплингом, к представителям, к которым я отношусь, там, действительно с уважением. Но это немножко другое. Когда есть понимание, что тебя бьют по голове, и вообще куда только открыто. Борьба, она приобретает немножко другой. И смысл, и другими красками играет. Виктор здорово вяжет. Здорово вяжет, но вот потеря позиций абсолютно необоснованных. Сейчас не заходит в маунт Рассул. Виктор пока закрыл ему одну из рук. Мне кажется, что здесь именно нехватка вот этого опыта соревновательного. Вот, то есть как бы ребята делают многие вещи правильно, но не заканчивают. То есть либо ослабевает захват, либо, ну, какие-то допускают ошибки, не позволяющие им завершить этот поединок досрочно в свою пользу. Вот то, о чем мы в самом начале репортажа с вами, Дмитрий, обсуждали. Вот, спортсмен именно высокого уровня, не именно технически хорошо обученный. Ребята, технически обученный-то неплохо. А именно у кого большое количество уже поединков, неважно с каким процентом побед, просто они были. Вот он из маунта, он никуда уходить не будет. Он будет сидеть в нем и лупить. Попытка выйти, руки-ноги выставил, распластался, не выпустил. И дальше бьем. Ничего не надо придумать. Вот опять попадает. Попал, раз, попал. Два, три, четыре. Ох ты. Еще руками добавляет. Еще колено. Тяжело сейчас очень рассылываю. Я думаю, поединок сейчас может завершиться нокаутом. Сваливается уже в партер. Хорошее качество. Здесь очень внимательно смотрит рефер. Защита кричит, поскольку очень тяжелые удары. Уплывал. Ну, стоять иногда он был совершенно точно. Не надо пытаться сейчас делать болевой прием. Нужно атаковать руками. Ну, вот, к сожалению, опять позиция меняется. И уже у Рассула есть несколько секунд для того, чтобы прийти в себя после пропущенных ударов. И сам он начинает уже доминировать сверху. Хотя видно, что спортсмен очень устал. Ну, что, попытаемся излом стопы взять. А что, хорошая идея, кстати. Мне кажется, не в той физической кондиции он находится, чтобы сейчас сделать этот прием. Он неприятный. Захвачен. Ну, еще, сел на соперника, сидим. Пад. Растягивает, растягивает. Пошла нога. Нет, здесь не сделает. Довернет чуть-чуть. Молодец, Виктор. Хорошо контролирует именно оппонента. Да, и вот сам атакует. Правильно. Захвата, как такового, да, плотного нету. Конечно же, нужно Виктору больше разбивать. Тем более, есть такая возможность. Ну, в стойке он себя чувствует просто прекрасно. Потому, как он подключает колени. Прекрасная именно база кикерская. Совершенно изумительная. Рука, рука, нога, колено. Клинч, колено. И видно, что он в стойке. Попытка бэкфиста. Ну, вот опять от желания. Опять от желания. Зачем отдавать тейкдаун оппоненту под концовку раунда и оказываться снизу? Вот к чему это все? Мы еще раз возвращаемся к тому, что спортсмены молодые. Я так понимаю, судя по карточке, то, что это первый поединок профессиональный, что у одного, что у второго спортсмена. Конечно, здесь много ошибок делают оба. Ну, вот, с одной стороны, Расул видно, что был именно заточен, что ли, по-другому ты не скажешь, на проведение именно каких-то действий в партере. В партере смотрелся, безусловно, поубедительнее, поинтереснее. У Виктора прекрасные данные ударные. Вот, попал коленом, еще попал коленом. Совершенно изумительно. Боковой вошел, еще боковой через руку вошел. Ну, все здорово. Куда? Зачем? Зачем спишь? Потому что данные прекрасные. Данные прекрасные. Из этого бойца может получиться совершенно изумительный профессионал. Ну, посмотрим. 18 лет. Кое-кто в этом возрасте спокойно заканчивает, потому что понимает, может быть, вот, что-то для себя доказал, а вот надо оно мне или не надо, это очень такой спорный вопрос. И каждый решает, когда заканчивает самостоятельно. Вот есть люди, которые выступают до, там, 40 лет в весовых категориях, там, 77 килограммов. Это такая небольшая замануха, что ли, на следующий поединок, который мы с вами наблюдаем, будем наблюдать. А здесь смотреть, ну, Виктор был поинтереснее. Виктор был поинтереснее. Ну, и побольше ущерба, побольше ущерба он нанес. По ущербу, конечно. По ущербу, ну, можно посмотреть на лицо Рассула и там... Весь ущерб, да, нарисован. Да, на лице. Рашинными буквами. Но надо отдать должное бойцу из Анапы. Не сдавался. Не сдавался хороший бойцовский дух. После нокаутирующей, казалось бы, нокаутирующей серии, ну, все, в принципе, в него воткнул, там, пять ударов тяжеленных совершенно. Выстоял и сумел еще закончить поединок в позиции сверху. Ну, как мы с вами предполагали, в этом поединке победил Виктор.